Всем привет! Начинаем наш эфирчик. Сейчас подключу нашего психолога и начнём. Я уже подготовилась. Мне нужна ручка и листочек. О, добрый день, Оля. Тёска. Да, я всё подготовила. Ручка, бумажка у меня есть. Отлично. Как себя чувствуете? Прекрасно, спасибо, как вы. Хорошо. А с чего начнём? Давайте, наверное, с парой вопросов, уточняющих, что мы тут будем делать. И в зависимости от процессов посмотрим, что с вами поделать хорошего, чтобы вам полезно и поприятнее жилось. Отлично, давайте. Итак, знакомы ли вы с тем, что такое расстановки вообще? Нет. Это прекрасно. Расстановки — это метод краткосрочной психотерапии, который основан на, скажем так, на влиянии родовых процессов, ну он начинался, по крайней мере, так, как влияние родовых процессов на нашу жизнь. Из разряда, какого прадедушку раскулачили, что я сейчас зарабатывать не могу. Вот примерно это так. То есть вначале это был метод решения проблемы трансгенерационной травмы. Ну вот опять же, трансгенерационная травма — это травма межпоколитческая, когда прадедушку раскулачили, а я зарабатывать не могу, потому что, согласно версии прадедушки, которая передалась через гены и поколение, деньги равно смерть. И я такая, а зачем мне деньги? Не надо мне денег никаких, я лучше поживу бедной и несчастной, зато живая. Ну вот, например. А человек при этом ходит на работу и думает, ну почему мне зарплату-то не повышают? Почему как бы всех замечают, а меня нет? Ну потому что внутри у него вот эта фонит трансгенерационная травма, которая не даёт ему выйти за пределы лояльности этому самому прадедушке. Если я начну зарабатывать, то у меня как будто бы исключат из семьи, потому что в нашей семье типа не зарабатывают. Человеку часто бывает трудно. Вот счастливая личная жизнь относится ровно к той же категории. Если, а у нас так исторически сложилось, я по первому образованию историк, так исторически сложилось, что у нас мужчин три раза поколениями выкосили, и вот эта вот боль женская, папы не было, мужа не было, сына не было, она течёт из одного поколения в другое, из одного в другое. Как вот в 2014 году началось, ну так вот сейчас и продолжается. Интересно. И получается такая история. Примерно до 45-го года каждое десятилетие мужчин каких-то нормальных выкашивали. Ну, тех, которые понимают там честь, достоинство, мужество. Выкашивали это. Ну, сначала война, в прямом смысле слова выкашивали, к сожалению. Сначала Первая мировая война, потом революция у нас случилась, потом контрреволюция, гражданская война, голодомор, коллективизация, где если у тебя, не дай бог, есть корова, риск твоей всей семьи умереть. Ну, придут советские войска, которые возглавляет твой же сын, красный командир, заберёт у тебя корову, и вы все умерёте. Потом 45-й год, ну, 40-й-45-й — это Вторая мировая война, а потом 60-е репрессии. Но к этому моменту мужчин-то уже немножко осталось, в принципе. И таким образом мы имеем обычно пробабушку, которая не была счастлива в личной жизни, потому что у неё мужика на фронт куда-нибудь забрали. Бабушку, которая не была счастлива в личной жизни, потому что у неё тоже дедушку куда-нибудь забрали или репрессировали. маму, которая не знала, что такое папа и дочку, которая так, ну, вы втроём жили плохо я тоже, пожалуй поживу плохо, хочу жить хорошо, но лояльность этой родовой системе, то есть как бы у девочки может возникнуть идея что если я, не знаю, реально буду в браке счастлива и скажу, что мой муж не урод и козёл последний а классный, нормальный мужик, то я этим как будто бы предаю маму, бабушку и прабабушку и это всё вот тут вот, не на уровне сознания, как это всё изменить а вот для этого есть расстановка, расстановка помогает менять вот на всех уровнях то есть отличие от обычной психологии в том, что когда мы работаем с классическими методами психологии психоанализ или эмоционально образная терапия и другие мы работаем со своим сознанием а проблема как вы сейчас услышали лежит не в нашем сознании, а в бессознательном прабабушке ну ты пойди к психоанализе докопайся на этой прабабушке это лет тридцать займёт ну у нас как бы нет тридцати лишних лет, верно? да для этого есть расстановка мы ставим, ну вот например в описанной ситуации мы можем поставить фигуру прабабушки бабушки мамы и дочки, которая говорит я что-то хочу жить нормально что-то с этим не задалось с этим не задалось ну я не теряю надежду всё-таки верю, что с кем мне надо задаться хочу, чтобы у меня личная жизнь состоялась ставятся эти все фигуры жизнь состоялась вот, отлично расстановки бывают разных типов я училась в российских, украинских и немецких учителей у них есть разные подходы и разные варианты решения вообще классические расстановки как их придумал Берт Хеллингер здесь в Германии они через заместителей то есть собирается группа людей есть ведущий он же расстановщик есть клиент а все остальные выступают в роли заместителей и например девушка такая ставит говорит ты вот незнакомый мне человек которого я никогда не видела в жизни ты моя прабабушка и как лоб человек начинает вести себя как прабабушка это называется феномен заместительского восприятия мы все связаны друг с другом то есть я могу например стать вами и почувствовать что с вами происходит полностью ну допустим у меня квалификация высокая я могу очень много почувствовать о человеке чего он сам к себе не замечает поэтому очень полезно ходить на расстановке заместителем очень многое можно узнать о себе очень много своих вопросов порешать расстановки например кибидов вот которые мы сейчас наверное будем делать они делаются на руках вообще расстановка может делаться без всего со слепым глухим немым человеком и она все равно будет происходить потому что расстановка это не визуальный процесс он назовем так энергетический но это не эзотерика у бабушки вот чувства и эмоции это энергия да вот когда нам радостно мы такие и что-то из нас плещет хорошо нам а когда нам грустно мы такие и что-то у нас зажимается вот энергия идет вперед в радости и мы ее пытаемся зажать когда нам грустно я все понимаю кто-то пишет что я не понимаю я все понимаю просто я слушаю внимательно чего и вам советую и вот у прабабушки что-то там схлопнулось ну например ее мужа забрали на фронт а у нее пятеро детей а он был единственным источником дохода и их не знаю маленькое поле а поле их выжгли и она такая сидит пять детей голодных их кормить нечем это не сейчас не пойти в супермаркет и бить пакетов каких-нибудь набрать и так или иначе все выживут хлебом там чтобы хлеб достать тебе надо было его сделать самому и вырастить и у бабушки у прабабушки могло образоваться образовалась травма ну к примеру да вот горестный плохо и мужчины нет его забрали дети половину перемерло от голода до второй половины еще кто-нибудь плохо ей очень выжила не знаю одна девочка которая стала в итоге бабушкой к примеру и вот ее непрожитые чувства передались бабушке она их не смогла прожить передались маме она их не смогла прожить передаются внучке внучка живет уже в хорошие времена ей не надо хлеб выращивать она пошла в магазин и купила то есть у внучки энергетическое поле подвижное ей не надо мучиться и страдать как прабабушка и вот внучке плохо она такая я нормальная я красивая я умная что с мужиками то не так что со мной не так чего не клеится в чем проблема проблема в том что она несет чувства своей прабабушки непрожитые ну я такое тоже слышала из психологии то что мы несем что-то из своих потомков то что они например там сидели например не знаю за убийство там либо еще что-то а мы за них несем ответственность ну не ответственность а грех их тащим ага вот тут вот разница с религией я как религиозный человек все эти вещи все равно разделяю это не грех это их непрожитое ну вот не знаю прадедушка сидел за убийство и не смог мы должны отдать за них вот они совершили что-то а мы должны за них рассчитаться расквитаться вот у нас это проблема что мы так думаем в этом и проблема мы думаем что мы должны за них рассчитаться а мы не должны и расстановка помогает этот долг вернуть прабабушке и сказать прабабушка ты мне конечно жизнь дала спасибо но я тебе за нее ничего не должна ты мне ее добровольно передала А мы, вот поломка у нас как раз вот здесь, что мы думаем, что мы должны. Раз бабулечка нам передала жизнь, страдая, то чтобы выразить ей свою любовь и благодарность, мы тоже должны бы пострадать. Но мы страдать вообще не должны. И я предлагаю начать. В общем-то, расстановка уже идёт, процессы у вас уже идут. Да, я ещё раз повторю, расстановка — это не совсем видимый процесс. Между осознаниями и процессом бывают месяцы. Это не страшно. И вот нарисуйте кружочек, кружочки — это будут фигуры. Нарисуйте кружочек себя и кружочек отца вашего ребёнка. Всё дело в том, что все мамины непрожитые чувства по отношению к маме, ребёнок берёт на себя и болит. Два кружочек надо давать, да? Да. Ну, пусть это будут кружочки, чтобы не переживать об этом. И буквами пометьте там, не знаю, я и первая буква имени. Души. Дети часто болеют, потому что маме трудно совладать со своими чувствами. Она же не только своя. У неё ещё и прабабушкины там говорят, и бабушкины, или ещё и маму. Девочку там распирает в разные стороны. А ребёнок, он видит, что мама как-то болеет душевно, да? Душа у неё болит. И ребёнок берёт это на себя и сам начинает болеть. Вот чтобы этого не было, мы сейчас с вами эту тему разберём, чтобы вам было легче. Вот. И ваш ребёнок был свободен от этой вашей связи. То есть что вы его просто любите, ему за это ничего не надо делать. Ему не надо вас спасать, сыной своей жизни. Дети это делают бессознательно. Это не то, что вы какая-то плохая мать. Они так устроены в детско-родительские отношения, сами по себе, у всех, одинаково. Так, что дальше делать? Теперь поставьте пальчик на свой кружочек. И вот попробуйте закрыть глаза. И посмотрите, как вы там себя чувствуете. Не знаю, нормально. А что я должна? А вы подышите. Ну вот я, вот там где-то. Оливин папа, вот и всё. Видите ли вы, как вам кажется, фигуру отца вашего ребёнка? Как вам кажется? Что он где-то там далеко и всё. Больше ничего, я не знаю. А вы можете на неё смотреть, как вам кажется? Ну, издалека. Нет, нет. Да. Так, вы не можете смотреть. Окей. Теперь мы убираем пальчик с вашей фигурой и ставим пальчик на фигуру отца. Можно открыть? Да, да, да. Закрываем глазки и дышим. То, что мы сейчас делаем, это как раз вот стать заместителем. Когда нам больно, мы всегда смотрим только в свою боль и не видим, что происходит вообще с другим человеком. И мы не знаем, что с ним происходит. Тут вообще плохо, что с ним происходит. Да, это прекрасно. Чтобы вам жилось хорошо, нужно, чтобы это было не избеганием чувств, а такой глубокой внутренней позицией. И ни одной маме, на самом деле, никогда не будет пофигу, что происходит с отцом ребёнка, потому что она с ним семью создала. Она сделала сложный выбор. Она в какой-то момент сказала «да» этому человеку. Она родила от него. То есть в ребёнке половина папы и половина мамы. И если мама не отделяет своих чувств к этому мужчине от своих чувств к отцу ребёнка, то ребёнок начинает их нести. Он думает, что половина его нехорошая. Вот вы сейчас стоите в этом месте этого мужчины, да? Мужчина, я такой вижу, устойчивый, крепкий. Вообще хорошо стоит на ногах. С чувствительностью тут не очень. Вы меня поправляете, если я не права. Тут чувства очень глубоко внутри, и они так неплохо придавлены. Что с ними? Придавлены. Да, как плитой. Я бы предположила, что размораживаются они, когда человек что-то употребляет, только я не понимаю, что. Да нет, ничего не употребляют вроде. Ну, может, алкоголь бывает, но даже не в алкоголе делали. Ну, из-за чего мы вообще расстались, это он руки поднимал. Да, и вот сейчас посмотрите внутри, находясь в этой фигуре, что он делал, когда поднимал руки. Это может быть трудно увидеть, это может быть очень неожиданный процесс. Вот когда он поднимал... Что? Пытался показаться выше меня, что он прав везде и всегда. А кому он это доказывал? Вот сейчас внутри просто увидите этот ответ, да? Кому он на самом деле всё это показывал? Ну, не вам, это точно. Кому он всё пытался доказать, что он молодец? Или он сильный? Тут что-то такое намешанное. И даже тут идёт такое слово, что он не сцикло. Нет. Не знаю, так страшно. Не знаю, ну, может, на себе, может, ну, действительно, кому-то, может быть. У него... Я не первый брак. А сейчас у него третий брак уже есть. У него есть дедушка, который похож... Вот они прям... Прадедушка, с которым они похожи очень сильно. И у того прадедушки было там четыре или пять жён. Вот. Вот в этом роде. И, может быть, он ему что-то доказывает. Но это не касается в плане того, что он руку поднимал, но в плане многожёнства, так сказать. Не-не-не, многожёнство — это вообще сейчас другой процесс. Я могу вам потом сказать, о чём этот процесс. Это он другой. Что русское поднимать? Не знаю. Может быть, родителям, что... Что я, типа, смелая, сильная. Ну, зачем? Я не хочу про него уже. Я не хочу про него вообще говорить. Ну, давайте так. Вот мы сейчас немножко про него поговорим. В конечном итоге мы работаем для вас. И когда мы говорим о нём, мы не для него работаем, а для вас. Чтобы вам стало легче. Потому что он вам это приносит, чтобы вы помогли ему это выправить. просто он вам приносит тот процесс, который есть у вас. Тут вот какая штука. У вас есть свой процесс, и он его вам пытается достать, показать. А наша с вами задача — найти ваш процесс. Но вы его не можете увидеть, потому что это, как, знаете, бревно в своём глазу. Да, его невозможно увидеть самому. Но через другого его можно увидеть и выправить. Вы просто подышите. Тут уже работа идёт хорошая. И вот ещё раз можете сказать, я не хочу о нём говорить. Я не хочу о нём говорить. Да, вот тут у вас хороший заряд твой. Я вижу к нему очень много обиды. И очень много вашей боли. Ну, боли, конечно. Но я уже, не знаю, я не злюсь на него. Так, ну, как, не знаю, как год назад, например. Хорошо, убрали пальчики. А теперь снова вернули на свою фигуру. Подышите. Открыть, закрыть? Как вам удобнее? На закрытом как-то визуализируется лучше, да? Вот сейчас заметьте, что состояние этой фигуры изменилось. Оно, я бы сказала, поживело, но вы можете воспринимать это по-другому и другими словами. Можете, я вас попрошу одну фразу сказать, и скажите, если она вам будет отзываться. Я хочу, чтобы меня заметили. Я хочу, чтобы меня заметили. Нет. Ну, нет, не знаю, даже к чему. Чтобы он заметил, что дочке надо альматы платить. Мне это к другому относится, но с ним просто связано. Здесь попробуйте не думать и не анализировать, а чувствовать. смысл расстановки не в том, чтобы анализировать, а в том, чтобы прочувствовать. И мы ориентируемся только на чувства и ощущения в теле. Вот когда вы говорите, я хочу, чтобы меня заметили, где в теле это живёт? В груди? Да. Или в живутся, не знаю. В груди. Скажите, пожалуйста, в вашей семье кто-нибудь поднимал руку? Да. Папа, нарисуйте сейчас, пожалуйста, эту фигуру. фигуру того человека, который поднимал руку. Вы можете мне не говорить, кто это, и не называть никаких имён. Для меня это не имеет значения. Важно просто решать этот вопрос. И, пожалуйста, нарисуйте фигуру того, на кого поднимали руку. И поставьте сейчас пальчик снова на свою фигуру. На свою? На свою, да. На свою, которая вот взрослая сейчас, Ольга. И посмотрите, как снова изменилось ваше состояние. Просто от того, что в поле появилось ещё две фигуры. Дышите ли вы? Дышу. Посмотрите, где собирается это напряжение, когда рядом эти две фигуры. Да, дышите. Давайте этому напряжению нарастать. Всё хорошо. Вы здесь в безопасности. Я вас защищу. Пусть оно поднимется. Пусть оно решится здесь и сейчас, чтобы вашему ребёнку никогда не пришлось с этим сталкиваться. Это я точно не хочу. Давайте решим мы с вами. Дышите. И я вам сейчас буду предлагать время от времени кое-какие фразы. Они помогают, скажем так, решить некоторые энергетические затыки. Условные такие фразы-вантузы. Там, где подзастряла, чтобы протекала засор. Вот там кое-где есть очень сложный эмоциональный барьер. Очень много слепленных чувств и эмоций, состояний. Мы не будем его ломать. Мне не надо, чтобы у вас крышечка куда-нибудь съехала. Мы будем его растворять. Я вам предложу такую фразу. Я не должна была это явить. Что я не должна? Я не должна была это видеть. Просто проговорите её. Я не должна была это видеть. Но я мало что видела, на самом деле, из этого. Я была очень маленькая. Может быть, я больше слышала об этом просто. Это ещё более пугательно для ребёнка, когда он слышит, ничего не может с этим сделать. То есть то, что ребёнок чего-то не видит, а просто слышит, он даже если не слышит, а находится в одном помещении, вибрации этого убийства, когда руку поднимают, это такой замах энергетический на убийство. Потому что мы не знаем, выживут они там сейчас в этой драке своей или нет. Ребёнок это чувствует. Эмоции заразные. То есть он, может, вообще ничего не слышал, но травма в нём в теле откладывается. И это такое чувство небезопасности. И это чувство страха. Ну, что сейчас ко мне придут и со мной такое сделают, то же самое, что делают вот с этими людьми. Подышите. И вот сейчас скажите такую фразу. Я всё видела. Я всё видела. И я всё помню. И я всё помню. Это до сих пор влияет на меня. Это до сих пор влияет на меня. Я вас ненавижу. Я вас ненавижу. Ненависть — это только одна из форм любви. Как бы сейчас это дико не звучало, это просто факт. Энергетически ненависть такая же, как и любовь. То есть тоже сильное захватывающее чувство, обозначающее близкую связь. То есть мы ненавидим только тех, кого очень любим. Потому что остальные люди не способны вызвать у нас такие эмоции. У нас с ними нет связи такой. Больно может сделать только очень близкий человек. Да, это да, согласна. Скажите туда, вы мне сделали очень больно. Да, мне сделали очень больно. И вот я сейчас вам предложу одно хорошее решение. А вы почувствуете сначала, примерьте на себя это решение внутри, да? Готовы ли вы к этому? Вот тут может быть таким хорошее решение. Я выбираю никогда вас не прощать. Это нормально вообще. Не надо такие вещи, вы не обязаны их прощать, чтобы жить хорошо. Можно жить очень хорошо и никогда не разговаривать не с ним. Я никогда вам не прощу это? Да. Дышите. Расстановка, она никогда не даёт ни на что гарантии. Расстановка это когда гарантия одна. Вы увидите правду. И вы скажете правду. И вот ради этого люди идут за правдой. И правда это многие процессы решает. Как вы сейчас себя чувствуете? Да нормально. Я знаю, что процессы внутри вас происходят серьёзные. Держитесь, вы отлично. Нет, я просто начала думать и поняла, что все родственники, вообще все, ну может не прям там на кого-то конкретно руку поднимали, но то, что они дрались, они дрались все. Это я вот только что осмотрела. Я просто написала одних людей, а понимаю, что дрались-то все. Да. Я дорисовала ещё кружочек. Хорошо. И потом прощать не надо. Тут я вижу какие-то комментарии иногда всплывают. Вообще не надо никакого прощать. Что это за дичь? Вы что, Иисус Христос? Вы в курсе, что с ним сделали потом? А то мало ли не знаете, чем дело закончилось. Я вам никому не рекомендую этой судьбы. Значит, быть распятым-то на кресте. Можно никого не прощать. Свобода и правда начинаются там, где мы отказываемся прощать. Можно при этом любить. Можно при этом ненавидеть. Вообще вам можно всё. Ольга. Вам можно всё. Любые чувства, эмоции, состояния в адрес этих людей, которые перед вами вот такое делали. Потому что это было нездорово. Ребёнок не должен жить и расти в такой атмосфере. Поэтому я разошлась с Ниженькой. Чтобы ребёнок не видел, не слышал и вот жил спокойно. Что вы сейчас чувствуете вот к этим фигурам? Что я никого не прощаю. Отлично. И скажите туда, и я буду на вас обижаться столько, сколько хочу. Я буду на вас обижаться столько, сколько хочу. У меня есть это право. У меня есть это право. Слышите? Но обижаются, знаете, тоже. Да, знаю. Вам можно. Тот, кому выгодно это. Нет, обижается младший к старшему всегда. Это закон. Вы знаете, то, что с вами там происходило, вы можете до конца своих дней на них обижаться и жить при этом хорошо. Вы имеете на это право. Проблема начинается там, где у человека забирают право на его чувства. То есть ему говорят, ты неправильно чувствуешь. Все было вообще-то не так. Чего ты выдумываешь? Ты же нормальный взрослый человек. Не чувствуй. Не чувствуй обиды, не чувствуй боли. А чего тебе муж не нравится? Ну, подумаешь, он тебе избил пару раз, ты же не умерла. Нормальный мужик. А чего нет-то? Выдыхайте. У нас расклад такой, что кто-нибудь кого-нибудь. Да. Как сейчас себя чувствуете? Хорошо. Теперь поставьте пальчик снова на отца-ребенка. И можете закрыть глаза. Почувствуйте, что у него где-то там примерно такая же толпа в детстве была. Она была, может быть, другая. Вот. Но он рос в местами похожих энергетических обстоятельствах. И ему еще говорили, не бьешь, не мужик. А ему очень важно было, чтобы папа чувствовал, что он мужик. И мам. И он... Я сейчас буду говорить вещи, которые могут у вас вызвать сильное отторжение. Вы дышите просто в эти моменты. И постарайтесь воспринять то, что я говорю, не как факты, а как описание процессов. То есть я вас не укорять сейчас буду, а я буду объяснять, чего происходило. Хорошо? Я не укор вам или ему. Я просто описываю вам для вашего очень хорошего аналитического мозга, чего это было такое. Вот он бил не вас, он бил себя. Он в вас чувствовал свою детскую часть. И в детстве что-то с ним делали такое, с этой детской частью, невообразимое, что он пытался убить эту часть, чтобы она болеть перестала. Вы настолько нежная, настолько хрупкая, что он увидел, что в нем тоже когда-то это было. Когда-то в нем это было. Но то, как это изувечили и изуродовали, невыносимо было видеть. И болело оно так, что ему легче было это убить. Он не осознавал этого. То есть это бессознательный процесс. Это один процесс. А второй процесс, он пытался выбить уважение. Ему казалось, что так его не уважают. А уважение это было не ваше к нему. Он пытался от вас добиться уважения его мамы к его отцу, которого не было. То есть он тоже путал вас с родителями на бессознательном уровне. Сознательно он может как угодно это объяснять. Но бессознательно процессы вот такие. Дышите. И я сейчас скажу этому мальчику на правах расстановщика ты хороший. Вы просто смотрите, как меняется все внутри от этого. Ты хороший. Чего ты хороший все равно? Я сейчас разговариваю с мальчиком, который в нем живет. И мальчику этому плохо. Я не с мужчиной сейчас говорю. Ты хороший. Специально говорите это, да? Я просто не хочу, чтобы ваш ребенок нес еще и эту хрень на себе от папеньки. Поэтому я решаю ее здесь. Спасибо. Ты должна одна. Ты очень хорош. Мне какая-то истерика начинается. Вы дышите, давайте этому месту, потому что иначе это будет нести его ребенок. А нам это не надо. Мы здесь собрались для того, чтобы вы жили хорошо. Очень хорошо. У меня защитная реакция какая-то. Да? Ничего страшного, просто дышите. Все хорошо. Спасибо. Спасибо. И тебе ничего не надо делать, чтобы мама тебя любила. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Как вы сейчас себя чувствуете? Не знаю, нормально. Как-то странно. Угу. Выходите с этой фигуры. Вернитесь на свое. И вот теперь со своей фигуры сейчас посмотрите на этого мужчину. Какой-то мальчик. Скажите, я вижу, что с тобой было. А я вижу, что с тобой было. Это твое. Это твое. Это твое. Я вижу, что ты отец моего ребенка. Я вижу, что ты отец моего ребенка. Я тебя выбрала. Я тебя выбрала. Я сейчас ещё раз говорю этому «да». Я сейчас ещё раз говорю этому «да». Я говорю и тебе, и ребёнку «да». Я говорю и тебе, и ребёнку «да». Ты не сможешь изменить моё детство. И дальше я пойду без тебя. И дальше я пойду без тебя Наши отношения как мужчины и женщины закончены Наши отношения мужчины и женщины закончены Ты всегда будешь отцом ребёнка Не знаю Ты всегда будешь отцом ребёнком Нет, отцом ребёнка Отцом ребёнка Ну а куда же это денется? Это уже факт Чего? И гены вырежете? Ну он отказаться думает Пусть отказывается Это не изменит того факта, что она всегда отец ребёнка И вот сейчас мы что будем делать? Сейчас мы добавим туда одну штуку Вот смотрите Вот ваши чувства к этому мужчине Вот здесь они лежат, в этой фигуре И что я сейчас буду делать? Я сейчас из этих чувств Ваше детское, родительское уберу Ваше отношение к нему как к мужчине уберу Вашу обиду на него уберу И здесь останется только отец ребёнка Потому что всё, что вы чувствуете к отцу ребёнка тяжёлого И не справляетесь с этим Перекладывается на ребёнка Сейчас это чуть-чуть почистим Да, вот Ваше отношение с этим мужчиной Вот я убираю отсюда ваши детские родительские отношения Вот эту историю, из-за которой вы и сошли с ним Я сейчас отсюда убираю Это ваше, оно останется с вами Вы дальше с этим будете разбираться без него А вот сейчас буду убирать обиду На этого мужчину Вам есть за что на него обижаться Он вам причинил серьёзный ущерб И ваши чувства И боль Страх Ну и много всего там у вас к нему ещё есть Давайте мы это разделим с ним То есть чтобы он остался только отцом ребёнка Да? Сейчас Позвольте внутри себя этому разделиться Ну просто разделяем Это остаётся с вами Вы с этим поработаете отдельно А здесь остаётся только отец ребёнка И вот сейчас он как отец ребёнка Что вы чувствуете? Что-то оторвали Что-то чувствовалось И всё Ну пустота, не знаю Можете ли вы ему сказать Ты навсегда отец моего ребёнка? Ты навсегда отец моего ребёнка Можно говорить ещё и на камеру Если честно Вы делаете большую работу для своего ребёнка Не забывайте об этом Я знаю, что это манипуляция Но я себе это разрешаю И вот половина этого человека Это ваш ребёнок Принимать в своём ребёнке его отца Не значит папу одобрять И даже не значит папу любить А значит говорить Да Вот это твой папа Вот такой Да я его выбрала Не надо меня спрашивать И почему, и что, и как Я так решила Это вообще не твоего детского ума дела Пошла вон То есть вот нормальная реакция Мамы на То, как ребёнок говорит Мама, как ты могла выбрать мне такого папу? Ребёнку говорится Тут ребёнок Пошла вон Я выбрала Я мама Я лучше знаю Потому что вы всегда выбираете Для ребёнка Идеального папы Неважно, каким он есть человеком, мужчином Вот те его гены Те дары его рода Которые здесь лежат Те способности Это всё передаётся по наследству ребёнку Чувства мамы тоже могут передаваться по наследству Чтобы их не передавать Нужно разделять папу И мамины чувства к папе Это разные вещи, видите? Просто папа, ребёнок Вот такие глазки Такой носик Такой пупочек Всё Всё А вот мамины чувства Вот это вот трёхлая штука Я считаю, что, пожалуй, хватит с вас таких манипуляций Спасибо Процесс большой Вы сейчас всё равно обработали очень много Я рекомендую вам Кажется, ещё и фиг закончится И я буду ещё об этом долго думать Да Наверняка вы поработаете с психологом Это абсолютно нормально То есть, по-хорошему В чём проблема развода Больно В разводе то Что когда мужчина и женщина встречаются Они встречаются не потому, что полюбили друг друга А потому, что их травмы друг к другу притянулись Такие типа Тут явно мама недолюбила и меня Любовь морковь до гроба То есть, так происходит всё Из-за этого часто появляются дети А часто не появляются На это есть определённые процессы Мы просто не успеем это обсудить На несколько дней Развод — это когда Вот вы соединились в единое поле Брачное Развод на бумажке Это, скажем так Вступив с мужчиной в отношения Сексуального характера Какие-то там совместные проживания Вы уже пара для поля То есть, поле не видится Что там что-то Подписали они бумажку Что они вместе Или не подписали Полевой оборот пары складывается Довольно быстро И вот им раньше по одному Тяжко было нести свой груз, травм А вместе стало полегче У некоторых полегче выглядит Как драка, убийство И всё остальное А у некоторых полегче выглядит Ну, живут хорошо Но вообще никто не живёт хорошо Это, кстати, обман Поле устраивает так Она выбирает двух Две травматические личности И такой Надо их совместить А нет здоровых людей Которых нет Нету, нету, нету Все, кто вам говорит обратное Они вам врут Дайте мне этих людей Я их расставлю И покажу вам, что там Как бы где именно Они врут И мы все больны Мы все больны Мы все больны Можно расслабиться Вот этот парный полеоборот В разводе разрывается И больно Это называется поле течения Выглядит Ну, вот Как это Как оно называется Крове течения Нет, я забыла Забыла слово Вы понимаете, о чём я Да Это вот рама И всё хлещет И от этого очень больно Крове течения Бабушкины Про бабушкины Когда мужчин не было Женщина не только Свою боль проживает Но ещё вот трёх поколений От этого ей не выносимо больно Я рекомендую всем В разводе Обязательно обращаться К психологу Минимум на год Потому что больно год Острая боль Потом полегчает После брака Острая боль Год Но в этом В сексуальном угаре Все быстренько Стараются проскочить Этот момент Ничего не чувствовать Там быстренько Ребёночка заделать А там уже не важно Пролоктин всё исправит Но вообще Год после свадьбы Очень тяжёлый Год после развода Тяжёлый Два года переезда Очень тяжёлые Ну, то есть Это когда прям травма Так и называется Травма переезда Или травма перехода Я за два года Шесть раз Меняла Своё жительство И тут через два года Опять предстоит Так устроена Ваша жизнь А у вас, кстати, Семьи переезжали? Семьи? Да Нет Это я всё куда-то Там путешествовала Всегда куда-то уезжала Там по три месяца Где-то работала А так же Все жили А, ну бабушка Нет, кстати Бабушка одна Но она в деревню свалила Из города Ну всё А как даже Кто-то Как они в город попали? Бабушке здесь квартиру Предоставили Ага Вот И, ну, четырёхкомнат квартира А у бабушки Три родные сестры Они как бы все вместе Жили в коммуналке Ага Вот И потом Квартиру разменяли Слава богу И мы Я теперь живу С дочкой Одна А бабушка В деревню свалила Тогда Но мы её обратно Перетаскивали сюда Но она не хотела Здесь вообще никак жить Это да Ей эта городская жизнь Вообще не подходит А, да И она в итоге То в одной деревне пожила А потом в другую Переехала В общем, рекомендую вам Подробно вспомнить Жизненный путь Вашей бабушки И проследить связи С вашим жизненным путём Я думаю, вы ещё Обнаружите много интересного Да Я взяла, знаете Какой с ней пример Мне нравилось Что она хозяйственная И Потому что, ну Я не скажу Что у меня там мама Или кто-то не хозяйственный Нет Просто бабушка Всегда вот Мы у неё оставались И мы утром Она нас будила утром Для того, чтобы Мы позавтракали И всегда вот Завтрак, обед и ужин Всё по часам И всё вкусно Всегда много еды было И вот Ну Я это вот хочу От бабушки взять Потому что мне это нравилось Ага Ну вам от бабушки Придётся взять И то её тяжёлые Это вам не очень нравится Это не значит Это с этим Она терпела Да Она терпела Мне потом мама Недавно Относительно недавно Мама рассказала Что она терпела И я такая Угу А я даже не знала Сколько лет Уже прошло Бабушки уже нет Царство и небесное А я даже не знала Я думала У неё жизнь Вообще по-другому Там складывалась Ну вы получите Поизучайте Много обнаружите Параллелей Связанных с вами Потому что вы очень Похожи на неё Это не в смысле Вы похожи на неё И должны жить Как она Просто оно всё Будет вам Поднимать Подниматься Это всё будет И про переезды Тоже Вы Есть ли у вас Вопросы Петерпели Пошёл по любовницам Он идёт Я была любовницей Ну вы знаете Какое себе дело В этот момент Кстати Внезапно У жены С этим мужиком Начинает рожаться Ребёнок Так это Любовница Подонорствовала Например Реально Часто бывает Появилась любовница И о Новый ребёночек А он же такой Служеный Спит Вы мою биографию Смотрите Не Не смотрела Я вам рассказываю Полевые процессы Соответственно Когда Вот он И она Выбрали друг друга Поле их Свело вместе Чтобы они Проработали Свои травмы У обоих Они страшные И оба Путают друг друга С мамой и папой Ну то есть Вообще Никто не видит В этом мужике Мужика Видит маму И как понять Что ты в нём Видишь маму Ты мне должен Вот эта вот позиция Ты мне должен Я хочу как за каменной стеной Это путаем с папой Ну и с мамой в том числе Нельзя быть хотеть За другим человеком Как за каменной стеной Если у тебя Своей внутренней Каменной стены Нету То есть мы путаем Партнёров С мамой и папой И начинаем Ты меня не любишь Ты мне не даришь Подарочков Ты мало зарабатываешь Это вот такие вот Предъявы на то Что Ты меня неправильно Любишь Ты меня любишь Так же неправильно Как моя мама Я хочу другой любви А он такой говорит Я мужик Я не могу По-другому тебя любить Еще не знаю Как любить женщину Потому что у меня в семье Был примерно Такой же крышняк Вот они сложились Кстати Мужчина приходит Под ребёнка Вот сейчас я ещё В договорку вам Мысляю Про мужчину ваш Это ваш ребёнок Выбрал такого папу Расслабьтесь Сначала появляется Поле для ребёнка Гнездо У женщины Потом туда Только мужик Подтягивается Под уже создавшееся Место для ребёнка А не наоборот Типа Ой я его увидела И сразу захотела С ним неистово шпёхаться Чтобы у нас получился Бейбик А-а-а Сначала женщина Поле Обгнездовала Бейбика Она об этом не думает Она об этом не знает Поле это делает Её женское А потом к этому Полю Такая Билим-билим О мужик Давай сюда Камон И он такой Я иду И идёт А потом такой Я что живого человека заделал Надо бежать из этого Срочно И убегает То есть ребёнок Поднимает В обоих родителях Их детский Травматический Материал Который они Не проработали Это так больно Что они начинают Ругаться Драться И расходятся То есть причина Не в ребёнке Ребёнок Как триггер Выступает То есть в них Уже этот материал Был Просто пока ребёнка Не было Это бревно В глазах Им никак не мешало А тут они стали Видеть И такой У тебя там бревно И у тебя бревно Что ты стрёмный брёвна Разойдёмся Ты жирная А ты тупой Не зарабатываешь Отлично Всё Ну Они это делают Потому что Им больно И всё Вот так вот Получается К сожалению Потому что Им не хватает Душевного тепла И мудрости Пойти на терапию Каждый по отдельности Ещё плюс вдвоём И порешать это Вот так устроено Может Ну Время уже мало Да Осталось Скажите Ну про измены Может быть Почему люди Вообще Начинают изменять Либо Ну смотрите Кто-то прощает Ну что-то интересное Про это расскажете Я вам только что Сказала Что любовница Приходит в семью И каждая истощена То есть Измена происходит Не потому что Женщина виновата Сейчас услышите Неправильно Дорогие женщины Опять же Слушать будут Через жопу То есть Женщина истощена Ей плохо А чего она истощена Вот женщина Вот она Должна качать Энергию ребёнку Но она приучилась Спасать маму И качает энергию мамы Её мужик говорит Ё-моё Что делать Что делать Бессознательно У него там полевое устройство Он такой Надо сюда Ещё одну женщину Чтоб она моей подкачнула И пошёл Нашёл 10 любовниц Женщине от этого больно Потому что Типа Ты охренел В смысле Ты мне изменяешь Но на полевом уровне Она получает Облегчение И эти любовницы Ещё и детям Спонсируют энергию А когда женщина Всё время откачивает Маме обратно А почти все Это делают 99% откачивают маме И ещё 1% Папе Когда маму спасают Типа Ой Мамочке 10 раз Надо позвонить Потому что Мамочка же Беспокоится Тебе ничего не куплю А мамочку на курорт свожу Ой Я мечтаю купить Мамочке машину Ой Я мечтаю купить Мамочке новые сапоги Потому что Папаня Это мой мудак Последний же слабак Ни на что не способен Я-то лучше, чем папа Я буду маме мужем Ментальным Я буду маму Кормить Поить Гулять Одевать Спасать Под больницей Буду с ней таскаться В этот момент Когда мама Слишком много Откачивает своей маме Бабуле То есть Ребёнок начинает болеть Говорит Мам Я тут живой А он как бы Говорить не умеет Понимать не умеет Вообще процессов этих Не знает Начинает болеть И женщина такая Мам я не могу Вообще Сейчас с тобой заниматься У меня ребёнок болеет И вернулась вроде в жизнь Мужик такой О Вроде жена дома Любовница пока Ну Но женщине нужно заниматься Своей психикой Чтобы у неё не было истощения Потому что материнство Истощает Не наполняет Не надо тут придумывать Веселые истории Почти всех истощает То есть Морально и психически Ребёнок Недосып Присмотр С мужиком Проблемы С работы Это всё Женщину истощает Куда ходить И что с этим делать На расстановке Психотерапию И ходить К другим женщинам Например В баню Хорошее место Там должны собраться Разновозрастные женщины И болтать О чём Типа Помадки Трусики Заготовки Пироги Вот такой женский круг Сам по себе Женщину Хорошо восстанавливает С подружками За кофе посидеть Косточки кому-нибудь Переполоть Тоже сойдёт Вообще хорошо бы В баню Девчонками Собраться И в баню И желательно Чтоб там Хотя бы Одна девчонка Была Пенсионерка То есть У которой Климакс Потому что У неё другое Поле устройства Она остальных Подлечивает собой Ей от этого Не холодно Не жарко Просто у неё Такое устройство Мы друг об друга Трёмся И облечиваемся Немножко из-за этого Ну вот Обняли И стало легче Спасибо Мы как раз Собирались в декабре В сауну С девочками Супер Что-то пошло не так Они собрались Решили пойти на концерт Надо их Это переубедить На концерт Тоже хорошо Пойдите Сходите Там огромное На концерт я не могу Сходить Мне не получается Ребёнка Ни с кем оставить Поэтому Не знаю Вот я об этом же Что мама К ребёнку привязана Ей некогда Пойти восстановиться Побыть Женщиной А не мамой И оттуда Придевы мужику Опять же Типа Мы же вместе Как бы заделали Ребёнка Ничего Так не помнишь Да Типа Просто так лежал Ну Это есть Такое Конечно Я Вот из-за этого Тоже обижаюсь То что я воспитываю Я ращу Там Я занимаюсь Яна Сейчас хорошо Хоть садик появился Чуть полегче Тебя Тебя Ребёнок Здоров Хорошо Хорошо Наше время Истекло Мне просто сегодня Тремь клиентов Мне надо идти Да Вот прям Как раз таки Заканчивается Хорошо В директ Если у кого-то Будут вопросы Могут мне написать Либо в комментариях Под этим постом Я могу поотвечать Спасибо большое Всё хорошо Вам Спасибо Мне очень приятно Познакомиться И Буду думать Спасибо 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 До свидания Спасибо